привет 26 января среда я максим журавлев канал про деньги и рынки многие сейчас эксперты гадают до каких пор дальше будет падать рынок акции американский и российский в частности какие факторы сейчас наиболее главные и что сейчас в большей степени влияет на настроение спекулянтов и инвесторов но вот такая ситуация которая сегодня складывается она с одной стороны радует некоторых инвесторов которые докупают акции в свой портфель но а с другой стороны начинает все гадать чуть ли не на кофейной гуще до каких пор будет падать рынок акции на какой процент когда подбирать уже более менее сознанием того что дальше только будет рост короче говоря разные эксперты расходятся во мнениях но вот например один из американских банков пригрозил тем что рынок вообще еще схлопнется на 10 процентов вниз и вот давайте в этом видео попробуем порассуждать действительно какие факторы сейчас главные на что нам нужно обращать внимание и что сейчас может послужить серьезным драйвером для обвала очередного или последующего рынка акций либо наоборот сейчас мы находимся на дне и будет дальнейший только рост что касается валютная пара доллар рубль и российского рынка здесь немножко другая история мало того что внешний фактор сейчас тоже немаловажен я имею дуфрес и общее настроение на глобальном рынке то тут еще конечно геополитика ухудшение на отношении между россия и западом вот кстати очередная новость поспела моменту записи этого обзора я уже выложил в телеграм-канал по поводу возможной конвертации по крайней мере ограничения в конвертации валюты в европе сейчас мы разберем эту новость короче говоря здесь тоже очень много факторов очень много моментов которые нам нужно разбирать но как обычно давайте обо всем по порядку чтобы нам что называется держать нос по ветру и понимать что происходит начинаем российский рынок акций на момент записи обзора подрастает около трех процентов посмотрим за счет чего и за счет каких акций идет рост видим что немного относительно плюсе в символичном сбер привилегированные видим что лукойл практически 0 7 процентов роста но она и понятно потому что настоящее время у нас подрастает нефть правда утро с нефти у нас корректируется порядка трех процентов я думаю здесь вопрос больше геополитики сейчас пока не будем однозначно делать выводы надо здесь посмотреть конкретно именно что происходит с компанией роснефтью но вот сургут нефтегаз тоже прибавляет практически около полутора процентов кстати говоря по сургут нефтегазу есть мнение я думаю что она вполне справедливо что акции данной компании сейчас будет наибу будут наиболее привлекательны во первых из-за того что подрастает нефть а давайте глянем сколько сейчас стоит нефть марки бренд настоящее время то есть мы видим что нефть растет практически к 89 долларов за барр и приближается котировки нефти марки бренд но как мы сами знаем что сургут нефтегаз это одна из тех компаний которая очень хорошо себя чувствует в момент когда падает рубль и растет нефть и мы видим что компании для компании сургут нефтегаза но условно говоря практически идеальные условия то есть у нас обваливается рубль практически уже приближается к отметкам 80 долларов за баррель и при этом у нас нефть продолжает рост то есть мы видим некую асимметрию а все потому что компания сургут нефтегаз имеет огромную кубышку держит ее именно в долларах и соответственно переоценка в долларах сша 1 и плюс потенциальная выручка в рублевом эквиваленте от реализации нефти все это прибавляет стоимости к данной компании но и понятно оттуда аппетит инвесторов в перспективе но и плюс ко всему данная компания она славится тем что выплачивает достаточно щедрые дивиденды порой там доходит до чуть ли не 20 процентов дивидендной доходности по крайней мере были в истории такие моменты что у нас еще происходит золото добывающие компании полю золото у нас более двух процентов на поле металл практически 077 металлургические компании потихонечку подрастается но в целом найти такая относительно разнонаправленная динамика но в любом случае мы видим что некоторые умеренный оптимизм на рынке присутствует чего не скажешь по российскому рублю сейчас рубль продолжает терять свои позиции по отношению к доллару 79 рублей и 7 копеек в настоящее время пока сейчас я вижу дают за один американский доллар и перспектива к 80 подобраться я думаю что же знаете здесь в любой момент может бахнуть и на то есть конечно основание основание смотрите давайте начнем вот например с этого значит на коммерсанте сейчас опубликована новость что bloomberg пишет ес допустил ограничение россии в конвертации валюты из-за украины причем конвертации валюты в в экспорте и импорте вот как пишется со ссылкой на bloomberg кстати по-разному относятся к данному изданию одни говорят что нормальные другие говорят что пишут что им вздумается за что заплатят не будем сейчас давать оценки но в любом случае такие материалы они не должны ускользать из нашего внимания короче здесь сказано что с намерен навести такие санкции если в россии все-таки ограничить поставки газа на европейский рынок из-за вот этого конфликта который сейчас разгорается но и соответственно если будет совершать кибератаки эти санкции предполагает ограничение на конвертацию валюты на экспорт и импорт на доступ к ключевым технологиям и экспортный контроль что касается ключевых технологий это тоже самое что доступ к платежной системе свифт то есть начинает эту шарманку крутить по поводу свифта по поводу конвертации валюты но не знаю будет это или нет это никто не может однозначно утверждать но на самом деле негатива и нервозности такие новости прибавляет но в любом случае все это конечно отражается на курсе рубля по отношению к доллару сша поэтому здесь собственно говорят добавить нечего что у нас еще на повестке дня на сегодня друзья сегодня у нас вот следующая информация морган стэнли спрогнозировал падение индекса smb 500 еще на 10 процентов сейчас не будем полностью разбирать этот материал и лишь только вкратце расскажу какая главная причина почему это произойдет а все это произойдет из-за того что инфляция в сша в частности раздувается да не только в сша на по всему миру раздувается это во первых но и во вторых ужесточение денежно-кредитной политики в соединенных штатах америки сегодня кстати поздно вечером мы узнаем что скажет джером пау по поводу будущих шагов фрс по поводу ужесточения денежно-кредитной политики по поводу повышения процент на ставки и вот здесь друзья является ключевым возможной коррекции рынка и давайте сейчас буквально постараюсь вам на пальцах объяснить что это значит но смотрите на ваших глазах индекс smp 500 это дневной тайфрейм если мы посмотрим от максимума который был зафиксирован 4 января до текущих значений то падение индекса составила уже ну примерно ориентировочно около девяти с половиной процентов если мы прикинем что от текущих значений рынок еще может сходить на еще 10 процентов вниз то это будет примерно уровень около а четырех тысяч пунктов плюс минус 3 900 4000 пунктов от нынешних 3 а 4 тысячи триста шестьдесят это достаточно серьезное движение и фактически если такой сценарий будет реализован то от исторического максимума из mp500 до отметок примерно 4000 пунктов это будет примерно падение около ну примерно 15 16 17 процентов на самом деле может быть относительно других коррекций это не так много если например сравнить с про 2020 годом там падение было примерно 30 процентов но в этом обзоре я хотел бы вам напомнить про 2018 год и сейчас объясню почему вот например начало 2018 года затем завершение октябрь ноябрь и финал декабрь 2018 года мы видим что рынок по итогам всего года если с начала года смотреться предположим январь 2018 скорректировался примерно на 15 процентов то есть как минимум рынок не рос а большей степени находился под давлением а все почему потому что вот сегодня джером паул будет выступать и он будет говорить по поводу будущей политики федеральной резервной системы сша и повышение процентных ставок но здесь еще очень важно посмотреть вот на этот момент вот на ваших глазах статейка из рейтерс эта статья включает себя в том числе графические вот такие вот показатели вот эта кривая которая растет это не что иное как смягчение денежной кредитной политики есть такое понятие количественное смягчение если говорить проще федеральная резервная система сша выбрасывает доллары в экономику скупает облигации тем самым во время скупки покупает облигации и кладет себе условно на баланс а доллары вырученные за эти облигации попадает в реальную экономику и чем больше этого процесса происходит то есть чем больше покупок совершает фрс вбрасывая доллары в экономику тем выше вот эта кривая значит после кризиса 2007-08 года ипотечный кризис мы с вами знаем фрс практически начиная с 2008 года по 2013 год ноябрь постоянно выкупала облигации то есть осуществляла политику количественного смягчения естественно нужно было поднять за уши фондовый рынок экономику поднять и постепенно вывести на траекторию роста затем далее начата в период с 2014 года по 15 год эта тема уже начала потихонечку затухать то есть меньше долларов стали вливать в реальную экономику и практически ничего не делали весь 14 весь пятнадцатый год шестнадцатый год и практически уже до середины семнадцатого года фрс вообще никаких действий не предпринимала она не сокращала баланс но и можно сказать сильно ты не вливала деньги в экономику и давайте глянем вот это что было на индексе 7500 в четырнадцатом году так четырнадцатый год где у нас четырнадцатый год значит вот у нас декабрь четырнадцатого года и мы видим что да действительно весь этот период сколько мы смотрим вот на эту кривую до начиная с четырнадцатого по семнадцатый год фондовый рынок сша практически но он не рос как минимум была достаточно сильная волатильность то есть вниз и вверх вот такие узнаете пила так называемо зубы вверх-вниз а по факту рынок то стоял да то есть мы не видели тренда на рост и это было несколько лет это все из-за того что рынок не получал новые доллары затем после того как рынок уже понял что в принципе уже эта тема потихонечку пойдет на нет спадать начнет рынок начинает потихонечку восстанавливаться и экономика начинает работать компании начинают показывать хорошие результаты по прибыли и рынок начинает естественно нарасти вплоть до января 2018 года а что было дальше его здесь на графике видно что в 2018 году как раз федеральная резина система на сша начинает сворачивать баланс то есть она начинает обратно распродавать те облигации которые ранее покупала и те доллары вырученные за счет экономикой за счет продажи облигации обратно возвращались фрс эти облигации возвращались в экономику но собственно говоря происходило обратная операция это называется сокращение баланса мы эту тему уже разбирали это было достаточно сделано максимально плавно чтобы не испугать рынке но тем не менее 2018 год мы с вами знаем что у нас тоже происходил достаточно серьезно турбулентность резкие были вот такие вот провалы и взлеты но пик где-то пришелся на октябрь 2018 года и рынок у нас сходил примерно на уровень около 2 19 процентов вниз но это на самом деле много если мы говорим в целом по индексу по отдельным компаниям там падение было даже еще больше соответственно это только лишь было смягчение вот такое плавненько и что мы с вами ждем сегодня в 2021 году ждем мы с вами следующее смотрите как только ми в мире была объявлена пандемия в 2020 году фрс резко начала обратно смягчать политику опять опять количественное смягчение и смотрите какой резкий рост сколько было баксов влито в экономику с уровня с баланса примерно 4 триллиона долларов до баланса примерно 8 и 3 триллионов долларов сша то есть в два раза за относительно короткий промежуток времени фрс влила деньги в экономику и сейчас вот как раз вот в эти дни до марта месяца в первом полугодии 2021 года мы с вами стали вот как раз вот в эту позицию когда вот начинаем ждать а что дальше будет делать фрс будет ли опять возвращаться вот в этот момент да вот вот сюда по аналогии будет ли обратно вот этот график снижаться вниз и вот а вопрос от крутизны этого снижения и будет многое зависеть на фондовом рынке и здесь уже делают некие предположения некоторые сценарии возможного развития событий здесь пишут что некоторые чиновники фрс считает что большой размер баланса вот эти 8 триллионов долларов сша который надо обратно вернуть из экономики чтобы снизить инфляцию ведь главный то вся проблема вся проблема в инфляции для того чтобы снизить цены в экономике нужно забрать эти деньги из экономики и вот как быстро будут забирать и все будет зависеть от действия фрс то есть как они подумают быстро за на делать или медленно надо делать если эта тема будет достаточно быстро то есть они начнут очень резво забирать деньги обратно из экономики то есть резко сокращать баланс то конечно же это сильно обрушит рынке еще больше и вот то падение которое мы сегодня сами наблюдаем это знать как генеральная репетиция но это все пока что предположение фрс безусловно это понимает и не хотели бы вот такого резкого обвала но а если они будут медлить то здесь инфляция конечно будет дальше раздуваться но инфляция может снижаться только лишь по другому фактору все дело сейчас как раз таки в этой болячки в так называемом омикроне если он будет дальше развиваться то фрс будет резко сокращать баланс потому что инфляция сама по себе не разрешится а если омикрон уйдет и уйдет вся эта болечка и пандемия у раствориться что честно говоря мало вероятно в текущей ситуации то цепочки поставок в экономике которые сейчас нарушали все вот эти вот проблемы и звендели цены по крайней мере в развитых экономиках они будут налажены и тогда инфляция сама по себе будет уходить в обратно вниз то есть цены будут падать но и соответственно фрс не будет необходимости резко сокращать баланс и вот эта тема может поддержать рынок поэтому мы пришли друзья с вами конкретному выводу что если омикрон и если другие болячки сейчас дальше будут развиваться в мире то конечно же это все плохо скажется на инфляции и фрс будет вынуждена резко снижать баланс и это будет дальше давить на рынке и конечно доллар будет дальше расти рынке дальше будут падать вот такой вы но если мы даже бегло глянем на новости здравоохранения фармацевтики то даже по заголовкам видно что ситуация пока в области здравоохранения не разрешается как было много заболевших число случаев растет в южной корее в китае в преддверии олимпийских игр на тоже наблюдается в пекине растет в преддверии заболевания да то есть другие страны сша тоже есть такие не очень хорошие сигналы в россии более 70 тысяч заболевших это вот последние новости которые пишутся в сми то есть фактически ситуация пока не разрешается и вся эта тема она повлияет на цепочки поставок то есть они не на не наладятся и соответственно цены дальше продолжат расти и фрс будет вынуждена идти вот поэтому более агрессивному сценарию а этот агрессивный сценарий еще раз возвращаюсь дальнейшем будет давить на рынке и вот этот прогноз о котором говорит горморган стэнли он может сбыться вот по этим фактам понимаете логика какая то есть я постарался вам логически развернуть вот эту всю картину которая сейчас происходит на что сейчас инвесторы и спекулянты трейдеры на фондовом рынке обращает особое внимание и соответственно ловить вот это дно не представляется возможным спрогнозировать как дальше будет развиваться события это лишь только с точки зрения предположения я думаю что как минимум роста для рынка сейчас особо нет каких-то перспектив даже если будет восстановление это будет восстановление знаете в фазе такого движения в коридоре а это такой более оптимистичный сценарий а более негативный сценарий то мы возможно какой-то сколько будем показывать но я думаю что коррекционное движение где-нибудь там уже к концу первого полугодия рынок возможно еще пойдет ниже но по крайней мере есть такие предположения не будем сейчас загадывать и соответственно валютная пара доллар рубль в этом смысле отметка 80 рублей за американский доллар вполне себе вполне себе реализуемо вот вы видим видим что 79 18 пока мы сами разговаривали рубль еще упал друзья на этом пока все спасибо за внимание до встречи в следующих видео удачи в инвестициях в торговле и всего наилучшего до встречи